В этом году праздник Благовещения Пресвятой Богородицы выпал на воскресный день, которым начинается крестопоклонная седмица. А потому величественный и, как казалось, просторный Спасо-Преображенский собор с трудом вмещал всех желающих с молитвой прославить имя Царицы Небесной Богородицы. Состояние приподнятое, настроение повышается, и вообще такой какой-то священный дух. Если бы не было этого Благовещения, не было бы рождения младенца, наверное, и совершенно был бы совершенно другой мир. Очередной раз, рассказывая о каком-либо православном празднике, мы говорим о нем как об особом торжестве. И действительно, каждый праздник, установленный Церковью в воспоминании того или иного евангельского события, имеет судьбоносное влияние на историю человечества. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в этом отношении уникален. В нем приоткрывается тайна Боговоплощения. В этот день архангел Гавриил явился Деве Марии возвестив, «Радуйся, Благодатная, Господь с тобою». Миг, когда Пречистая Мария произносит свое согласие, да будет не по слову твоему, есть миг сочетания небесного и человеческого, миг непорочного зачатия. Постепенно Церковь приходит к осознанию божественного достоинства Христа Спасителя, к осознанию таинственного явления Бога на земле. Первый человек, который становится обновленным человеком, человеком, соединенным с Богом, является Господь наш Иисус Христос, который Сам является Богом. И вот это удивительное соединение человеческой и божественной природы мы с вами сегодня особо прославляем. Своим названием Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы перекликается самой сутью с содержанием христианства. Ведь учение Иисуса Христа распространялось с помощью Евангелия, которое, собственно, и переводится как «Благая весть». Праздник Благовещения – это начало проповеди о Христе. В этом празднике мы прикасаемся к неземному чистоте, к радостному, к любви, которой нет в нашей земле, к которой мы вернем в наших отношениях. И сегодня, в этот время, мы благодаримся нам так давно, и принять это, услышать это, взять его в лучшее в сердце. Это и составляет прослушившись праздника, прослушившись в нашей христианстве. «Благая весть» является началом спасения и залогом того, что теперь человек имеет возможность приобщиться к благодатной жизни. С этого события начинается евангельское повествование. «Благая весть» о рождении Спасителя «Более двух тысяч лет» звучит по всему миру. И звучит она не только в православных храмах. Недавно на территории торгового комплекса была открыта церковная лавка. Здесь катахизаторскую миссию несет выпуск не в духовном семинаре, а ныне – сотрудник Николу Грешского монастыря. По благословению наместника у нас есть литература, которая раздается бесплатно людям для того, чтобы люди просвещались. Церковная миссия – это жизнь Господа нашего Иисуса Христа, чтобы каждый человек мог понять, для чего пришел в мир Христос Спаситель, какую жертву Он принес. Удивительно светлое весеннее настроение, даже несмотря на нынешнюю затянувшуюся зимнюю хмарь, невозможно не почувствовать, находясь в храме. Поддавшись трепетному состоянию души и после службы, верующие люди не спешат покидать Дом Божий. Радуясь и благодаря Богородицу за это, самое важное для нас – Ее решение. И желая след за Архангелом Гавриилом еще раз произнести «Радуйся, благодатная! Господь с тобою!»